Здравствуйте, друзья! Это программа «Автопарк». Меня зовут Кира Матвеева, и сегодня мы находимся в Интертефцентре, который, в свою очередь, является официальным представителем Volkswagen в Сургуте. Вся наша команда уже раздобыла себе горячего кофе, и я не осталась в стороне. Тоже, знаете ли, счастья и бодрости заполучила кусочек. Думаю, будет не лишним напомнить о том, что Volkswagen является генеральным партнером Олимпийских игр в Сочи, которые ждет вся страна. Мы же, в свою очередь, ждем автомобиль, который нам приготовил Интертефцентр, на котором сегодня мы поедем даже не знаю куда, зато об этом знает моя команда. Вот именно такого красавца сегодня мы будем укращать. Это Volkswagen Amarok. Нам он достался в прекрасном синем цвете, кстати сказать, моем любимом. Мы его, конечно, не в полярную экспедицию отправим, но не менее увлекательное путешествие в наши ближайшие леса по Сургуту. Ну и единственное, что мне осталось, это представить того человека, который сегодня на протяжении всей программы будет меня сопровождать и будет экспертом. Я уже лишь шумоотдела и приготовила, знаете ли, путешествовать. Но до этого самое время, я думаю, представить вам нашего сегодняшнего эксперта. Это Дмитрий Борис, участник внедорожного Сургутского клуба Тайга. Я думаю, мы вместе с тобой проведем эту машину в лесных дебрях, по оврагам и буеракам. А девушки вообще справляются с такими машинами? Я думаю, да, мы посмотрим. Попробовать, да? Попробую. Обещаешь? Обязательно. Пошли. Ну все, ты готова к путешествию? Вот теперь я точно готова. Слушай, ну неожиданно для меня тут даже место есть для того, чтобы... Неожиданно для меня... А и длинные ноги разметить. Мы оказались с автоматом. Большие габариты. Серьезная машина. Прямо серьезная машина? Ну, по крайней мере, то, что спереди стоит, мешается нам выехать. Нешуточные габариты, пять с лишним метров в длину и почти два в ширину, с непривычки оказалось не так просто протиснуть в узкий выезд. Здесь без навыка и опыта не обойтись. Идем по приборам. Ага. Дима. На фоне привычных недорожников и кроссоверов пикапы всегда выглядят настоящими мужиками. Вот и омарок, самый что ни на есть дровяк-трудяга. Приятно чувствовать мощь и высоту этого автомобиля. В случае, если я заведу автомобиль в непроходимые дебри, посажу его, как я умею, на все, что сажается, нас обязательно достанут. Вот, рация нам для связи с командой. Группа поддержки на подхвате. Сегодня нам интересно погонять этого коня в условиях, для которых его создавали, а именно там, где отсутствует дорога. Ну а пока в предвкушении свежих впечатлений мы осваиваемся в салоне. Музыка меня интересует. Так, давай посмотрим, что у нас есть. Радио есть, как оно включается. Таким вот образом оно включается. Отделка салона без каких-либо изысков. Все достаточно функционально, практично. В общем, ни много, ни мало, то, что называется в самый раз. Блок управления климат-контролем, мультимедийная система и панель приборов привычные для легковых моделей марки и не вызывают никаких нареканий. На нашему морок автомат, причем восьмиступенчатый. Настроен же автомат таким образом, что первые две ступени получились максимально короткими, а две последние, наоборот, длинными. Надо полагать, что на трассе расход солярки приятно удивит. На ровном асфальте морок радует понятным поведением и почти легковыми усилиями на органах управления. Интересно, возможно на полном приводе загнать машину в занос? Сейчас выключаем систему взноса. Почему она никак не... Дима, по топливу как у тебя? Нормально все? Топливо присутствует. На 560 километров. Сразу скидывает обороты. Завестись тебе не получится, да? Не, не получается. Вот какая умная машинка. На ручной режим. Офф выключено. И... На первой скорости. Вот так получается! Пошла мазута! Ни-ху! Слушай, ну хорошо крути. Прямо что-нибудь бы на месте стоить практически. Амарок разработан немцами с чистого листа. И очевидно, что подход инженеров был весьма продуманным. Тяговитый дизель, оптимальная настройка электронных систем безопасности, неплохой автомат. Из зеркала до какой? Что мне нравится на внедорожниках, это обзор. Потому что на маленьких городских машинках обзора нифига нету. Ну вот наш свороток. Все, мы съезжаем сюда. И вперед в лес! Мы добрались к внедорожью, к бриздорожью. Попробуем реальные трофи. Почему трофи, кстати? Это буржуйское название, я не знаю почему. А, буржуйское, значит. Ну что, меняемся? По теплее. Конечно. Давай. Самое время залезть за руль. Ступенька тут вообще, кстати. Так, ну что? Тебе надо, наверное, сиденье отрегулировать. Мне нужно пристегнуться. Я же помню еще, как меня учили. Пристегнулась. Так, а какая из них гастрома? Ну как бы мне же нужно знать, чтобы понимать. Здравствуй, Омарок. Слушай, какой он огромный. Сейчас я задавлю нашего оператора. Да простят меня все операторы на свете. Блин. А я пристегнулась. Да, я бы тебе советовала. Тут уже не забалуешь. Когда я дорываюсь до руля, ищите меня в лесах. Я на себе решила ощутить, что же так притягивает джиперов. Не зная умных кнопок, всяких блокировок и прочего, я бесстрашно ринулась в снежную целину. Но не тут-то было. На пути оказалась нешуточная канава глубиной аж по пояс. Вот здесь вот. Медленнее, медленнее, медленнее. Мне кажется, там канал. Вот там вот надо, вот нам правее надо. Видишь, там какой-то старый-старый след есть. Сейчас мы и заберем. Занесенный. Он нас не снимает сейчас. Там очень глубоко. Так может ее прям пролететь? Нет, ее нельзя пролетать, потому что там точно бампер оторвешь. А блядь, блядь, можно говорить? Вах, вах, вах. Сука, ну чай, отдыхайте, пока не камера, расстроюсь. Ого-го-го! Ну, конечно, пойдет, но давай-ка я лучший овраг этот разведаю. И сменю тебя. Слушай, я на самом деле боюсь, потому что машина тоже дешевая. Ну, как бы не хочется. Ни один нормальный водитель туда бы не стал соваться, так что мой здравый смысл одержал верх. Я ее назад посадила, ты представляешь? Нет, нет, нет. Ну, посадила. Вполне нормально движется. Дима опытный, он знает, как надо. Не все решают электронные помощники и блокировки. Конкретно в этой канаве решающую роль играют свесы машины и правильно выбранная траектория. Ну и, безусловно, опыт водителя. Так, теперь переходим на ручной режим управления. Первая скорость. Отключаем ЕСП. Включаем блокировку дифференциала заднего моста. И функцию оффроуд. И пробуем. Мне обязательно в машине находиться выходишь. Не бойся, я сам боюсь. Дим, я боюсь за нас обоих. Мы во враге. Боже ж ты мой. Так, не пошел. Ходом проскочить. Вот вот и бампер отхуячишь. Да? Бампер отхуячишь. Самое распространенное выражение среди состава любителей внедорожников. С первого раза у нас не получилось. Нужно выдергивать. Благо, есть кому. Тут я поняла, что если бы вдруг в одиночку столкнулась с похожей проблемой, то ни за что не догадалась бы искать необходимые для спасения вещи за цельной складной спинкой заднего сидения. Ну, прямо квест какой-то. Будем тащить. Слушай, ветрище сегодня, снежище. Еще и сугробище. Да, еще и сугробище. Смотри, здесь вот находится сумка с ключами, здесь баллонник. Никогда бы вообще не нашла. Даже если бы показали, я бы не запомнила. Волшебная сумочка. И вот такая вот... Что это? Петля буксировочная. Она вкручивается... Взад? Сзади автомобиля вкручивается. Петля взял буксировочную, если динамичку брать. Я тебя нежно потяну. Ну, тогда нежно давай. Это вот это шаттлер? Шаттлер. Шаттлер. Мне важно, что шаттлой, думаю, кораблик. Для того, чтобы... Держи. Что это будет делать? А мы зацепим сейчас трос. Он не порвется? Нет, этот не порвется. Он точно должен выдержать. Единственная буксировочная проушина вкручивается в раму. Странное решение для такой машины. А если в отверстие номер слет? А если проушина потерялась? В очередной раз порадовалась тому, что мы не одни в эти дебы заехали, и наши спасители, не прилагая особых усилий, быстренько вернули нас на намеченную тропу. Мы не ищем легких путей, поэтому проезжать мы будем все равно здесь, и все равно мы проедем. Какие вы упрямые. Вот одним словом мужчины. Иху! Итак, внимание, мы опять зашли во враг. Мы почти из него вышли. Но... Да. Все-таки свесы... Слишком, по-моему, здесь крутой склон. Склон. Да ладно! Мы прорвались! Это вообще просто что-то невероятное. Такой, ну, мне кажется, невозможно было проехать ни на чем, кроме внедорожника. Не поверишь, еще и на ручнике. Мы об этом никого не скажем. Да. Да. Конечно, по натоптанному пути можно проехать, вообще не запачкавшись. Неплохо, да? И ощущение, как будто бы усилий он не прилагал. Да-да. Мы ему траекторию набили, натоптали. Что-нибудь пиздануть? Это второе любимое слово нашего состава. Мы это сделаем одним. Теперь впереди только волчьи тропы. Едем мы все дальше и дальше. Амарок вообще это волк. Не знаю, на каком там языке. Нормальные люди едут куда? В Таиланд, в Турцию. Да, а мы... Амэйд! Амэйд, лез! Мама! И унос меня, и унос меня в свинячую снежную даль. В Вольцваген. Амарок? О, амарок! Мам! Мамочка! Ага! Ну, Вольцваген, амарок, я тебе скажу, все-таки на многое способен. Если бы тебе не просто какая-нибудь затерка. Может носить гордое название бедорожки, Дим? Может, я подумала. Уху! Держи. Вот. Ай, ай, ай. Я сейчас много слов проглотила. Мы бы долго еще закладывали виражи, поднимая фонтаны снега, если бы не уперлись в дерево. И тут, сдавая назад, Димку уже было не остановить. Понравилось? Нет! И он таки перестарался с педалью газа. Мне уже страшно. Смотри, он не хочет ехать, потому что сзади... Потому что елка сзади. Елка. Да. Сейчас, конечно. Сзади елка. Куда ты мужик лезешь, спрашивает тебя, Амарок? Я вижу, что сзади мы выкопали яму. Серьезную яму задним колесом накопали. Немного потолкав, помахав лопатой, стравив шины, что для меня стало неожиданностью, мы все же надеялись, что Амарок выберется самостоятельно. Но он думал иначе. Стравленные колеса, они становятся более мягкими. И по таким сыпучим грунтам, как песок и снег, они идут гораздо лучше, увереннее. Что нам и нужно. Вполне возможно, что будь кузов загружен парой-тройкой центеров груза, мы бы и не сели на ровном месте. А так пришлось звать спасателя. Сейчас мы видим, как приспущено у нас колесо, как оно плющится. Но по-правильному надо было это сделать в самом начале, когда мы только въехали в лес. Мы это сделали после того, как посадили машину. Сделано это не случайно. Мы хотели проверить машину с не спущенными колесами на разных режимах работы, с блокировкой, без блокировки, как она вообще ведет себя. Мы умудрились ее посадить, да. Ну, в дальнейшем посмотрим, как поедет на спущенной резине. Ну, песня на спущенных колесах, я вот это вообще очень люблю. Вот прямо... Со знанием делал. Поплыл опять в судок. Я прямо осматриваюсь. Прямо удовольствие от этого получаю. Освоился. Газ, тормоз, руль, что надо еще? Нет, надо заедать. Но тебе этого хватит, чтобы летом поехать за грибами и по грунтовочкам? Мне этого хватит, чтобы не только летом поехать по грунтовочкам. Я поняла, я теперь лыжника загонять смогу, ты понимаешь? Легко. Браво, два, так, ровно идти. Давай, я натопчу тебе здесь дорогу. Эх, что только мы не пережили сегодня. Но на самом деле все не зря. Хорошее место. Отличная поездка, хорошая компания, крутые виражи и зимний лес. Для полноты картины нам не хватало только горячего кофе и импровизированного пикничка. И в этом удовольствии мы не намерены были себе отказывать. Нет, мало того, что меня завели в лес, ремучий. Я теперь еще и кофе разливаю, друзья. Ну что, Дима, мне осталось узнать, как твои впечатления от Амарокко и нашей сегодняшней поездки? Ну, машина, на самом деле, честный внедорожник. Позволила нам проехать по вот этим заснеженным дорогам, по которым ездят, ну, я не знаю. Только охотники, по-моему. Только охотники и, может быть, на буранах, на снегоходах. Ну, а вам советую приглядеться к автомобилю повнимательней. В общем-то, всем всего, наверное, и увидимся. Успехов! Что, я не могу? У меня уже плело ноги. Вот так вот я жертвую свои сапоги ради Центрайва. А потом, конечно, мне дарят новую. Ну, знаю, тебе сладко, но... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова